Дизайн советских автомобилей всегда отличался простотой. В стране был серьезный дефицит личного транспорта, а потому любой авто были рады и от спартанских форм нос не воротили. При этом интересные концепты разрабатывались, но все они оставались на бумаге, поскольку для их реализации были необходимы дополнительные средства и новые линии производства. Поэтому заводы продолжали выпускать уже проверенные модели среднего и малого класса, иногда внося какие-то изменения. В конце 80-х возникла потребность в новом маленьком автомобиле. Идею продвигали с самого верха, в стране жило много ветеранов и инвалидов войны, которым просто необходим был доступный автомобиль. Тем более, что этой категории граждан машины часто давали бесплатно, а значит государство было заинтересовано в сокращении трат до минимума. За реализацию проекта взялись специалисты Волжского завода. Результатом их труда стала АК. Этот маленький автомобиль имел очень скромные размеры, длина 320 см, а высота и ширина 140 см. Весила машинка 645 кг. Такие параметры позволяли уместиться в трехдверном хэтчбеке четырем пассажирам. Расположенный впереди мотор имел объем 649 кубиков и выдавал мощность в 29 лошадей, что давало возможность увезти на автомобиле 340 кг груза. В паре с двигателем работала механическая четырехступенчатая коробка передач. В автомобиле особо радовал скромный расход топлива, который не превышал 6 литров на сотню километров. Ну и конечно цена. Стоил автомобиль дешевле основных моделей завода, а с задачами справлялся неплохо. Такое сочетание привело к тому, что популярность АК стремительно понеслась вверх и на заводе поняли, модель нужно оставлять на конвейере. Отсутствие реальных конкурентов в своем классе позволило АК продержаться на конвейере 21 год. Выпуск автомобиля прекратили в 2008 году. Даже появление малолитражных иномарок не стало проблемой, поскольку цена их была явно выше. АК и сегодня еще довольно часто попадается на дорогах, но уже лет через 10 станет настоящим раритетом. А у вас была АК, может сами пользовались. АК.